Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студии «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Итак, седьмой сезон. Боже, уже седьмой сезон. Седьмой сезон подкаста «Закат империи» подходит к концу. Да, такие дела. Осталось всего три выпуска. У меня есть для вас важные новости и всякие предложения. И обо всем этом я расскажу в самом конце выпуска. Пожалуйста, послушайте эти объявления. Там будет и о будущем подкаста, и о разных планах на межсезонье. А прямо сейчас рубрика «Чтобы послушать». И я вам хочу посоветовать шикарный подкаст. Тем более, что, да, видите, «Закат империи» уходит на перерыв. Короче, это подкаст «Советские дивы». У меня в выпусках бывают истории про роковых женщин. И вот сегодня как раз такая. А тут целый подкаст посвящен не обязательно прямо роковым, но сильным, прекрасным и волнующим женщинам СССР. Любови Орловой, Файне Раневской, Татьяне Самойловой и так далее. Привет, наши дорогие. Привет, наши любимые, хорошие, замечательные. Меня зовут Даша Черкудинова. Меня зовут Настя Курганская. Мы с Дашей журналистки. И, возможно, вы слышали нас в подкасте «Норм», который мы ведем уже четыре года. Это подкаст о том, как меняется современный мир и все самые важные вещи в нем. Но вообще-то нас с Дашей интересует не только современность, поэтому мы придумали новый подкаст. Он называется «Советские дивы». В каждом эпизоде «Советских див» мы расскажем историю одной великой женщины, великой актрисы, и попробуем посмотреть на жизнь этих женщин из современного мира, из 21 века, и понять, чему мы можем научиться у наших героинь, и как мы можем по-другому, иначе, современной оптикой оценить их жизнь и то, что с ними происходило. Людмила Гурченко, Нона Мордюкова, Любовь Орлова, Фаина Раневская, Татьяна Самойлова, Татьяна Доронина и многие другие потрясающие, легендарные советские женщины, настоящие селебрити станут героинями нашего подкаста. Один эпизод – одна история. Согласен ли ты, Алексей, взять себе в жены Марию, любить, беречь и заботиться о ней в счастье и несчастье, в здравии и болезни, в богатстве и бедности, пока не разлучит вас смерть? Да. Согласен ли ты, Мария, быть женой Алексея, любить, беречь и заботиться о нем в счастье и несчастье, в здравии и болезни, в богатстве и бедности, пока не разлучит вас смерть? Да. Так. Или примерно так. Давали свое согласие друг другу граф Алексей Анатольевич Орлов Давыдов, потомок рода графов Орловых, богатейший помещик, член Государственной Думы и масон, и Мария Яковлевна Пуаре, актриса и певица. Если вам кажется, что это брак богатого помещика и юной актрисы, то тут не все так просто. Во-первых, невеста старше мужа на 8 лет, а мужу тоже немало, 43 года. Это брак взрослых, уважаемых и уверенных в себе людей. Мария Яковлевна тоже не просто актриса, это женщина, которая сама себя обеспечивает. У нее даже собственный театр был. Роман их длился уже 8 лет, оба не первый раз женаты, оба с детьми. Короче, все очень респектабельно. Свидетелями со стороны жениха были тоже довольно известные люди. Юристы и депутат Государственной Думы Александр Керенский, и также вот, например, юрист и депутат Василий Маклаков. А брат Маклакова вот прямо сейчас министр внутренних дел. Ну, про Керенского и так все понятно. Буквально через полтора года свадьба эта будет разрушена. Мария Пуаре пойдет под суд, а газеты в течение двух месяцев будут с энтузиазмом обсуждать поразительные подробности этого дела, включающие спиритизм, частных детективов и подкинутых младенцев. Суд будет проходить осенью 1916 года. Под Верденом продолжается мясорубка. В правительстве чехарда министров. Милюков читает патетическую речь «Глупость или измена». А газета «Новое время» на протяжении двух месяцев фигачит статьи про Марию Пуаре и некоторые из них подлиннее сводок с фронта. Светская хроника занимает людей не меньше, чем война и надвигающаяся революция. Ну и вас, кажется, она занимает тоже. Итак, Мария Пуаре. Женщина сильная, целеустремленная, красивая, с непростой судьбой. Родилась она в 1863 году, середина 19 века. Отец ее владел в Москве школой фехтования, причем одной из лучших в Москве. Семья была зажиточной, но в 8 лет Мария потеряла мать, а в 14 лет и отца. Семья эта была большой, один из братьев уехал во Францию и вот саму Марию взял на воспитание то ли дядя, то ли старшие сестры. Информация разница, но факт состоит в том, что в 16 лет Мария выходит замуж. И это, видимо, не от хорошей жизни. Мужем ее стал друг отца, инженер Михаил Свешников. Невесте было 16, а мужу 46. Невеста увлекалась театром и музыкой, а муж нет. У невесты были друзья и подруги в артистической среде, а муж этого не одобрял и больше интересовался религией. Мария писала стихи, а муж, кажется, даже их и не читал. Короче, в браке с самого начала наметился разлад некоторый. Мария хочет поступать в консерваторию и даже берет уроки драматического мастерства. И это мужа в конец уже обозлило. В результате семейных скандалов у Марии произошел нервный срыв и Свешников положил молодую жену в психиатрическую лечебницу. Две недели Мария провела там, пока ее не вытащила из больницы подруга Анна Лентовская. Это сестра знаменитого театрального менеджера Михаила Лентовского. Михаил Лентовский попросил лично за Марию у самого генерал-губернатора Москвы Владимира Долгорукова. Взял на себя переговоры со Свешниковым с мужем и в результате Мария получила свободу и свое преданное назад. Муж стал еще религиознее, чем был, под конец своей жизни он вообще постригся в монахе в Троице Сергиевой Лавре. Для Марии Пуаре началась новая жизнь, и она даже взяла себе новое имя, точнее, фамилию Марусина. Позже она выступала и под этим псевдонимом и под девичьей фамилией. Примерно в это время Лентовский берет в аренду сад Эрмитаж в Москве, перестраивает его и делает самым популярным местом отдыха москвичей, а Мария Пуаре выступает на сцене в самых разных ролях, часто в мужских даже, исполняет романсы и становится со временем довольно-таки известной. Лентовский называл ее цыганкой, имея в виду не только ее манеру исполнения песен, но и говоря про, я цитирую, ее способность радоваться свободе, ее беззаботность, равнодушие к вещам, ее готовность к кочевой жизни. Цыганкой ее делали сила и искренность чувств и зажигательный темперамент. В 90-е годы Мария Пуаре уже выступает в Александринском театре в Санкт-Петербурге и вводит знакомство с самой Матильдой Кшесинской. У Марии появляется постоянная связь. Это князь Павел Долгоруков из знаменитого рода камер-юнкер, либерал, в будущем один из лидеров партии кадетов. В 1898 году Мария рожает от него дочь Татьяну, причем поскольку она до сих пор не была разведена, то дочь получает фамилию Свешникова, а отчество получает от настоящего отца, то есть Павловна. Мария даже тогда едет к официальному мужу в Лавру, он уже в монахе постригся, и скорее всего она туда едет, чтобы попросить развода, но муж как-то уже совсем далеко от мирской суеты и согласия не дает. В общем, в начале 20-го века Мария известная фигура в России с именем, и она даже как-то взяла в аренду театр в саду Аквариум, но успешным это дело не стало. В 1904 году она поехала на Японский фронт, и там выступала с концертами, и одновременно писала заметки в новое время. А по дороге с фронта в Москву сочинил, пожалуй, свой самый знаменитый романс. Называется он «Я ехала домой», и вполне вероятно, вы его могли слышать. Вот он. «Я ехала домой» Душа была полоной, неясным для самой каким-то новым счастьем. Казалось мне, что все с таким участием, с такой лоской глядели на меня. В этот момент и начнется наша история со спиритизмом и подложными младенцами, но я сделаю паузу, чтобы немножко получше объяснить, кто такая Мария Пуаре. Несмотря на то, что она выступала в Александринском театре, основным полем ее деятельности были увеселительные заведения. Вот этот сад-аквариум, сад-эрмитаж, и в том, что это такое, будем разбираться вместе с партнером подкаста, с компанией Selectel. В России тогда было несколько подобных заведений. Они чаще всего назывались увеселительные сады. И самое известное это Эрмитаж и аквариум в Москве, а в Петербурге тоже аквариум и, например, Аркадия. Территория у них обычно была небольшой, ну то есть это не ЦПК его имени Горького в любом областном центре СССР. Но советские парки, культуру и отдыха строились примерно по лекалам до революционных увеселительных садов. Самое главное и даже обязательное в подобных местах это эстрада и ресторан. На ресторане, понятное дело, зарабатываются основные деньги, а сцена привлекает публику. Сценическая программа, разнообразная. Самое простое, это, конечно, романсы, хоры. Ну и вот как раз Мария Пуаре была известной исполнительницей романсов. Она не обладала каким-то прям невероятным голосом, но она была хорошей актрисой и, что интереснее для того времени, она сама писала романсы, то есть она пела свои же песни, и это по тем временам редкость. На сцене могли проходить и спектакли, и какие-то сцены из известных спектаклей и даже поэтические выступления. Но одной сценой и рестораном сложно увлечь посетителей. Поэтому в садах появлялись кигельбан или площадки для катания на роликах. Кстати, катание на роликах и коньках это чрезвычайно модное увлечение. Здесь могут происходить соревнования атлетов, запускают фейерверки, здесь могло впервые появляться электричество и там синематограф, например. И вот понятно, что администрировать такое заведение было задачей не из простых. Надо все время придумывать что-то интересное, что-то новое, тем более, что конкуренты не спят. В общем, когда из-за развлечений книжки и театр, увеселительный сад это то, что может вас порадовать чем-то необычным в любой момент. К сожалению, такие вот сады по большей части не работали зимой, хотя в некоторых местах строили зимнюю сцену и, например, там работал зимний ресторан. Сегодня нам, конечно, на недостаток развлечений жаловаться грех. От сериалов до видеоигр, от подкастов до музыкальных стриминговых сервисов. И вот для организации таких сервисов отлично подходит инфраструктура партнера подкаста компании Selectel. В единой панели управления MySelectel.ru можно заказать любой продукт и развернуть инфраструктуру из одного окна браузера. Все разворачивается буквально за пару минут. Если даже у вас какие-то особенные специфические требования, то самые хардкорные выделенные серверы в Selectel собирают за 1-5 дней. У других провайдеров это гораздо дольше. Узнать больше о сервисах партнера подкаста вы сможете по ссылке в описании. А следить за новостями а идти удобно в телеграм-канале Selectel. Подписывайтесь на него. Итак, у нас на дворе 1906 год. Долгие отношения с Павлом Долгоруковым, от которого у Марии дочь закончены. Причины не ясны, приятельские отношения у них остались, но они больше не вместе. И дочь Татьяна осталась с матерью. Марии Пуаре 43 года. Она известная, она уважаемая актриса с именем и состоянием, но любви нет. У Павла Долгорукова есть двоюродный брат. Это 35-летний граф Алексей Орлов-Давыдов. Из того самого рода Орловых. Григорий Орлов был любовником императрицы Екатерины Второй, например. Граф Алексей Орлов-Давыдов женат на красавице, на фрейлине двора Агафаклея Сталь, и у них трое детей. Он один из самых богатых помещиков России, и он один из первых масонов в стране. Он возглавлял знаменитую ложу «Полярная звезда», а заседания ложи проходили в его роскошном особняке на английском бульваре. Ну и фактически именно на его деньги ложи существовало. И вот Мария Пуаре кладет глаз на графа, либерала и масона. Отношения их развивались чрезвычайно неторопливо. Ну, в общем, это было в характере графа, хотя Мария довольно недвусмысленно намекает князю о своей готовности к тесной такой дружбе. Познакомились они в Москве, где жили в соседних номерах одной и той же гостиницы. Ну, как-то, знаете, случайно совпало. И вот они возвращались как-то после спектакля, и Орлов Давыдов вспоминал. «Из театра вернулись поздно. Я открыл форточку и хотел уже раздеваться, когда в комнату постучали. Вошла Мария Яковлевна. Она просила меня помочь ей расстегнуть корсаж, так как было поздно и горничной не дозвониться. Я помог как умел, но Мария Яковлевна все не уходила, и я должен был уговаривать ее уйти, так как в комнате холодно, и она могла простудиться». Мария бывает у него на приемах, Алексей Орлов Давыдов приходит к ней в салон, а жена графа Гафаклея Сталь даже одобряет новое знакомство, потому что такая разумная, деятельная и веселая Маруся Пуаре несколько разбавляет тугодумство графа. Сам граф со своей женой в отличных отношениях совершенно не готов как-то радикально менять свою судьбу, так что стрелы Марии улетают в молоко, а стрелы там такие вот, например, когда старшая дочь Орловых Давыдовых умерла от Скарлатины, то Мария написала стих на ее смерть и даже купила землю на кладбище неподалеку от их фамильного склепа. Прям очень романтично. Идет время. Наступает 1911 год и Агафаклея Егоровна отправляется за границу, ухаживает за тяжело больной матерью. С момента знакомства Марии с графом прошло уже пять лет и надо пользоваться моментом. Многие современники, вспоминая графа, говорят, что он не отличался красноречием или каким-то выдающимся умом, но что-то все-таки Мария в нем нашла, потому что много лет не оставляла попыток женить его на себе. У Марии и Алексея есть одно общее увлечение. Это спиритизм. Надо сказать, что до знакомства с графом Мария вроде как не сильно увлекалась общением с духами, а тут проснулся интерес. И на совместных сеансах духи все более недвусмысленно намекают графу, что им с Марией суждено быть вместе. Для надежности Мария привлекла в союзницы знакомую гадалку и спиритку Анну Черневскую. По комнате ездят стулья. За стеной внезапно начинает играть арфа. С потолка сыпятся лепестки цветов. Явно, короче, силы тайны на что-то намекают, но, впрочем, Орлов Давыдов никак не поймет, на что именно. Нет, типа, все понятно, но что конкретно. Короче, на одном из совместных сеансов Мария впадает в транс, а духи в это время вилят спиритке взять с груди Марии кулон. Кулон оказывается мешочком, а в мешочке оказывается яд. Боже! Боже мой, Алексей Анатольевич, женщина в вас влюблена, а вы не отвечаете ей взаимностью, и вот она уже подумывает о самоубийстве нехорошо. Тем более, посмотрите, духи вам прямо указывают путь к спасению несчастной. Дальше Мария начинает намекать, что отъезд Агафаклей... Блин, как мне нравится это имя... Не, вы просто прикиньте Агафаклея. На самом деле, короткий вариант этого имени просто фёкла. Ну, короче, Мария намекает, что жена графа ему неверна. И вот, в общем, в 1912 году граф наконец сдаётся под натиском и падает в объятия Марии Пуаре. Сразу же после этого Мария объявляет, что она беременна, и что у графа нет другого выхода, кроме как жениться на ней. Одновременно с этим благополучно и очень вовремя умирает Михаил Свешников, ну да, муж Марии Пуаре, который никак не давал ей развода. Осталось только развести Орлова Давыдова с его женой. И вот это уже задача не из простых. В этой связи я вам рекомендую послушать выпуск заката империи, которая называется «Не стой на пути у высоких чувств». Это сезон четвёртый, выпуск двенадцатый. Я там просто очень подробно разбираю, что надо сделать, чтобы развестись в Российской империи. Это совсем непросто. В общем, чтобы решить проблему, Мария решает найти улики неверности жены графа. для этих целей нанимаются сыщики немецкого сыскного бюро. Они работают профессионально и вскоре сообщают, что как-то они ничем не могут помочь, кажется, тут всё чисто. И тогда в помощь им отправляется из Петербурга соратник графа по масонской ложе полярная звезда и друг Марии князь Давид Бебутов. Одновременно с этим, понимая, что дело уже прям вот на мази, движется в нужном направлении, Мария сообщает графу, что у неё был выкидыш. Ну, потому что, естественно, беременна она не была. Однако Бебутов не оправдал надежд. В самом непродолжительном времени он добывает огромное просто количество свидетельств неверности, однако адвокат графа Орлова Давыдова не решился их использовать. Сведения эти были настолько неправдоподобны, что воспользоваться ими ни граф, ни присяжный поверенный Полынов не решились. Присяжный поверенный это, если что, и есть адвокат. Я, кстати, тут нашёл ещё пару забавных цитат для вас. Вот как сам Бебутов характеризует графа Орлова Давыдова. Громадного роста, тучный, неуклюжий Орлов Давыдов, типичный дегенерат, отличался феноменальной глупостью, страшный тяжелодум и при этом привычен своё умственное мышление излагать громко и при всех. Но я вас прошу не составлять впечатления о графе по этой цитате, потому что, вот, например, про самого Бебутова говорили так, то, что он самовлюблён и глуп, было видно невооружённым глазом. Короче, компания у нас ещё та подобралась. Ну, в общем, бракоразводный процесс как-то срывается у нас. Зря Мария заявила о выкидыше, и поэтому она говорит графу, что снова беременна. И тогда граф, просто устав от этих всех разборок, напрямую требует жены развода. Агафаклей Егоровна довольно легко соглашается, ну, при условии, конечно, что граф возьмёт вину за разрушенный брак на себя, обеспечит её будущее, будущее детей, ну, и вот всё такое. И граф с облегчением соглашается. Надо сказать, что Агафаклей Егоровна, конечно, сильно не думывала о причинах такого внезапного разрыва. И суд по дальнейшему разбирательству она жалела мужа. Она говорила, что он чересчур доверчив, она явно понимала, что здесь есть какое-то внешнее влияние, она даже говорила вот что. Я слышала, что около него есть умная и интересная женщина Маруся по сцене Пуаре. Хоть она бы повлияла на графа, чтобы он не делал этих глупостей. Мария Пуаре безусловно влиял на графа. Ну, совсем не так, как бы вам хотелось, Агафаклей Егоровна. Ну, в общем, и все эти перипетии, как вы понимаете, происходят тоже не быстро. Пока съездишь в Европу, пока все отследишь, пока вернешься, пока ничего не получится, пока развод произойдет. В общем, наступает, наконец, новый 1914 год. Граф свободен, Мария свободна, ничто не мешает их браку, и, наконец, счастливые влюбленные играют тихую и скромную свадьбу. Причем Мария идет под венец заметно округлившейся такой фигурой. Свадьбу эту, кстати, постарались обставить тихо. Ну, конечно, у нас не XIX век на дворе. Граф вполне может жениться на актрисе, но все равно это, ну, как-то несколько скандально, что ли. Роды должны были наступить где-то в марте. Проблема, однако, была в том, что Мария беременна не была. Можно было, конечно, достигнув цели конечной опять симулировать выкидыш. Граф уже никуда не делся, но Мария решилась на более смелый шаг. А именно, купить новорожденного у какой-нибудь фабричной работницы и выдать его за сына, чтобы привязать к себе мужа окончательно. В том, чтобы найти подходящего младенца, проблем не ожидалось. Дело в том, что крупные города того времени были просто заполнены постоянными и сезонными рабочими и работницами. Все они приезжали на заработки из деревень. Часто мужики ехали в город, а семьи их оставались дома. Бывало такое, что молодые девушки ехали наниматься на фабрике, а заработок отправляли родным. В городе просмотра нет, презервативы дорогие, сексуального образования вообще никакого нет, естественно. Проституция на каждом шагу. Короче говоря, к тому времени в городе институт традиционной семьи просто трещит по швам. Некоторые исследования говорят, что около 10% всех детей в 10-е годы Российской империи в Петербурге рождались до брака. Ну, а тогда рождение ребенка до брака это просто признак крайней распущенности. Ну, короче, детей полно. С кандидатами не проблема. Пожалуй, главная проблема это обставить все дело незаметно для мужа. Слушайте, честно говоря, у меня ощущение такое, что для актрисы Марии Пуаре такая афера представлялась вполне реалистичной. Но со стороны как-то кажется, что это больше походит на сюжет какого-то выдевиля. Его, конечно, уместно было бы посмотреть на сцене увеселительного сада аквариум, но как-то не в жизни. В общем, муж просит жену показаться врачу, он волнуется, готов нанять самых лучших профессионалов, но Мария говорит, что она женщина взрослая, в этих делах понимает лучше мужчин, и вот у нее есть личные знакомые, повивальные бабки Матрена Ушакова и Федосья Давыдова, и вот им она доверяет побольше, чем любым врачам, и рожать она собирается у них же на квартире. В конце января граф едет на дворянские выборы в Калужскую губернию. У него там поместье. Мария его сопровождает, но вот в балагом чувствует какое-то недомогание и возвращается в Петербург. Пока мужа нет, надо проворачивать дело, несмотря на то, что до наступления срока еще полтора месяца. Спустя два дня после возвращения домой она отправляет мужу телеграмму о рождении сына и о том, что чувствует себя хорошо и сын здоров. При этом кандидат на роль сына был найден даже еще до отъезда супругов из Петербурга. Но впервые его Мария увидела только после возвращения, и он ей не понравился. Давыдова побивальная бабка оправдывалась, что найти подходящую кандидатуру не так-то просто. Вот в воспитательном доме младенцев выдавали только с официальным прошением, чтобы знать будущих приемных родителей. Это по понятным причинам Марию не устраивало. И вот она искала, искала, и тогда Давыдовой наконец в одном из родильных домов нашла девушку, которая была готова дать ей своего только что родившегося внебрачного ребенка за 15 рублей. И вот этот кандидат в графы Марии не понравился. В том числе потому, что был отдан всего за 15 рублей. Чуть за цена такая. Нам нужен ребенок минимум за 100. Мария Пуаре сама берется за поиски. Поиски привели ее к акушерке по фамилии Черкес, и акушерка обещалась помочь. Первый ребенок, который она предложила Марии, ей тоже не понравился. В особенности ей не понравилась мать ребенка, потому что мать выглядела совсем неблагородно. Ну, а что ты хотела-то, интересно? Надо было спешить, между прочим, потому что уже не только телеграмма о рождении ребенка отправлена была, а еще даже сведения о его росте, весе и веселом настроении. Граф спешит домой после выборов, чтобы прижать к груди сына, а сына-то и нету особо. Тогда акушерка, в свою очередь, решила обмануть Марию. И когда ей показывала следующего кандидата на сыновья графа, настоящую мать его спрятала на кухне, и вместо нее показала мать подложную, свою знакомую, такую миловидную, хорошо одетую молодую девушку, которая достойна быть матерью будущего графа. Таким образом, третьего младенца одобрили, Мария Пуаре выдала за новорожденного 110 рублей, и только 10 из них дошли до настоящей матери. Да, но тут только оставалась еще проблема, потому что в квартире Марии теперь два младенца. Первый за 15 рублей, которого успела купить Давыдова, и третий за 110 рублей, которого нашла сама Мария. Надо куда-то девать первого. И они решили его подбросить той же акушерке черкеса, а что, ну она имеет с младенцами дела, знает, куда их пристроить. Все окей. на суде Мария в целом объясняла свои мотивы вот так. Есть обычай, гадая под Новый год, писать задуманное желание, а затем записку сжигать, а пепел глотать. Причем все это нужно успеть сделать, пока часы бьют 12. Мне известно, что граф три года подряд писал одно и то же желание иметь здорового сына, а последний год при встрече 1914-го написал иметь здорового сына от законной жены Марии. Записок этих я хотя и не читала, но содержание их подсказал мне тот же внутренний голос. В то же время блоки писали мне, что я должна дать графу сына, чтобы оздоровить род Орловых Давыдовых. Блоки тут имеется в виду духи, которые приходят при спиритических сеансах. И вот она дальше говорит. Ребенок, которого я достала через акушерку черкес, был именно такой, какой был в моем воображении, какой был нужен мне по указанию духа, и я оставила его. Ну, какая молодец. Счастливый граф возвращается домой к очень здоровому и веселому малышу и все вокруг уверяют, что он очень похож на отца. Ну, конечно, еще бы. Сына назвали Алексеем и уговорились еще, что в метрику в качестве дня рождения впишут не 29 января, в день, когда он якобы родился, а 6 февраля, когда уже вернулся граф. И уславливается говорить всем, что граф присутствовал самолично при родах. После этого родители с сыном едут в Москву, крестят его и отправляются за границу. Там, за границей, граф обнаруживает, что жена с ним как-то холодна, а также что-то не особо проявляет родительских чувств по отношению к сыну. Это граф, конечно, печалит, но в целом в то время богатые родители не сказать, чтобы часто проявляли к детям родительские чувства. Есть няня, есть кормилица, детей можно целовать на ночь, а остальное время вести светскую жизнь, а до светской жизни Мария была большая любительница. Тем временем началась Первая мировая война. Родители с сыном вернулись кружным путем в Россию, и чем дальше, тем больше граф начинал что-то подозревать. Маленький Алексей все же как-то не был особо похож на него. Мария нервничала. На спиритических сеансах, которые, конечно, продолжались, духи ни с того ни с сего начинали убеждать графа, что это его сын, чтобы он не сомневался. Однажды Мария отвела мужа в сторону и очень сбивчиво начала ему говорить. Я вижу, вы не верите, что Лелька ваш сын. Я согласна произвести освидетельствование, которое докажет, что я не могу иметь детей, но уплатите мне миллиончик. Графа эти слова очень смутили. Он не знал, что и думать. Вот как он описывал свою реакцию. Я ничего не понял из этой ее фразы, как не понимаю и теперь. Но для меня все это было так неожиданно, что это за ваш сын. Не мой, то есть, но ее или другое что. Одним словом, я только возразил ей, что за это никто и гривенника не уплатит и смущенный ушел. Короче, в какой-то момент граф пришел к адвокату, к Александру Демьянову и поделился своими сомнениями. И Демьянов ему сразу же сказал, а ведь вас надули. Орлов Давыдов начал перебирать в уме все обстоятельства и пришел к своему ужасу к такому же точному выводу. И вот теперь представьте себе его состояние. Он развелся с женой красавицей, с которой имел вполне ровные и хорошие отношения. Он впутался в какую-то дикую историю со спиритизмом и с подложными детьми и теперь с трудом представляет, что делать. Не, ну а что тут можно сделать? Ну, граф не хочет скандала, конечно, у него совсем не такой характер. Лучше все делать тихо, замять, развестись, пристроить ребенка, покаяться перед первой женой, ну вот и все такое. Но друзья и адвокат Орлова Давыдова убедили его подать на жену в суд, потому что такие вещи спускать нельзя. И Орлов Давыдов решил пойти в суд. На время следствия Мария Пуаре оказывается в петербургской каторжной тюрьме. Пока шло разбирательство, она написала цикл стихов о страданиях своей измученной души. И цикл этот был опубликован в журнале «Обозрение театров». Но в конце концов ее выпустили под залог в 25 тысяч рублей. 16 сентября 1916 года начинается суд. И суд этот, как я говорил в начале выпуска, пожалуй, порой затмевает собой события на фронте. Тем более, что на фронте тогда особо важных событий не происходило. По крайней мере, на восточном. На суд этот продавались билеты. И они были нарасхват. Все не могли попасть. Газеты в нескольких номерах просто подряд с восхищением разбирают все обстоятельства дела. Ну, конечно бы, еще бы. Какие фамилии только тут. Орловы. Долгоруковы. Керенский. Маклаков. И сама Пуаре тоже суперизвестная актриса. Знаменитые люди, кстати, не особо хотят мараться, потому что, например, Александр Керенский, который должен был быть официальным свидетелем на суде, а он был шафером на свадьбе. Короче, Александр Керенский на процесс вообще не явился и получил за это штраф. Позиция защиты была такой. Супруги сильно любили друг друга. Все было прекрасно. Но муж требовал ребенка, а несчастная женщина, неспособная дать ему сына в силу своего здоровья, из любви к нему просто решилась на подлог. На всякий случай решили даже добавить, что Орлов-Давыдов и сам был в курсе, что ребенок подложный ему, типа, было норм. А суд он затеял из какой-то мстительности. Типа, ничего страшного, что один тезис противоречит другому, зато как бы есть выбор. На суде, кстати, у многих появляется сомнение в том, что первая дочь Марии, Татьяна, которая вроде как от князя Павла Долгорукова, что вот может быть она тоже не является дочерью Долгорукова. И может даже она не является дочерью самой Марии. Ну, то есть, во-первых, если она провернула такую дичь с Орловым Давыдовым, то может она и в первый раз провернула похожую операцию, но только тогда с успехом. Тем более, что вот, видите, она на суде прямо говорит, а ей не способны иметь ребенка. Ну, с другой стороны, она могла потерять возможность рожать, да, несколько позже. Потом она могла это говорить просто для того, чтобы доказать, что Орлов Давыдов в курсе был, что сын в него. Короче, тут сложно разобраться наверняка, но, по крайней мере, точно могу сказать, что сам Павел Долгоруков, который вот первый любовник Марии, и вообще вся его семья были убеждены, что Татьяна, дочь Марии, является настоящей дочкой Павла Долгорукова. Короче, защищавший Марию адвокат Михаил Казаринов говорил о Марии вот как. Она ищет ласки, привязанности, уюта, теплоты, а муж вместо этого хочет отправить ее в тюрьму. Пуаре бросает вызов самой природе, решая признать своим чужого ребенка, «А что может быть важнее детей для несчастной женщины?» И на этих словах в зале раздаются просто рыдания. Общее мнение выразила певица Надежда Плевицкая, которая заявила, что подсудимая ведет себя с большим достоинством, а истец вылил потоки грязи на женщину, которая дала ему счастье и носила его имя. Сама Мария в последнем слове говорила, «Мое печальное детство наложило на меня тяжелую печать. Мое раннее замужество разочаровало меня. Вся моя жизнь была какой-то водоворот. В ней были и увлечения, и сердечные разочарования, но я не находила руки, на которую могла бы опереться. Роскошной жизни у меня не было, да это мне и не нужно. Я с гордостью могу сказать, что артистка поры никогда на содержании не была. Моя личная жизнь кончена, моя мечта о семье и о счастье разбита. И что бы ни случилось, мне все равно. На скамью подсудимых меня посадил человек, которого я в последний раз полюбила и хотела спасти его от безрадостной и порочной жизни». Присяжные вынесли довольно-таки удивительное решение. Мария Пуаре была признана невиновной в том, что обманом женила графа на себе, но ребенка при этом отдали законной матери, которая, кстати, к тому моменту успела выйти замуж и, кажется, этому обстоятельству не была сильно рада. На оглашении приговора Мария Пуаре теряет сознание, ее фотографирует для газет и даже дарит цветы. Спустя полгода страна меняется. Почти все друзья Орлова-Давыдова оказываются на вершине власти. Сам граф работает помощником Керенского. И почти все они, включая Павла Долгорукова, первого любовника Марии Пуаре, после Октябрьского переворота бегут за границу. А вот Мария осталась жить в СССР. Она жила в комнате коммунальной квартиры, постепенно продавая остатки своих украшений. Ее дочь от князя Павла Долгорукова, Татьяна, вышла замуж. Она вышла замуж за сына священника по фамилии Зараастров и родила тоже, в свою очередь, сына. Он, получается, был внуком Марии Пуаре и князя Павла Долгорукова. Этот внук должен был бы носить фамилию Зараастров, то есть по отцу. Но и его отца, и его мать репрессировали. И перед репрессиями мать, чтобы защитить сына, дала ему свою девичью фамилию. А она, хоть и была дочерью князя Долгорукова, до конца жизни носила фамилию Свешникова, то есть фамилию своего формального отца, инженера Михаила Свешникова, первого мужа Марии Пуаре, который когда-то давно, еще в прошлой жизни, упрятал молодую жену свою в психиатрическую лечебницу. И вот этот Алексей Свешников дожил до 2013 года, и он только в старости узнал, что был внуком князя Долгорукова. Он помнил свою бабушку Марию Пуаре и говорил, что, продав какую-то особенно ценную вещь в Торксине, она покупала себе хороший кофе и варила его в комнате на спиртовке, чтобы попалывать себя. Я хочу умереть пышноцветной весной под лазурью небесного юга. Не хочу, чтоб думали вы, о друзья, что сковали мне сердце морозы. Я хочу, чтоб звучала мне песня славья и цвели ярко-красные розы. А сейчас обещанные в самом начале выпуска новости. Во-первых, как вы поняли, сезон подходит к концу. Осталось всего три выпуска. Надо и мне отдыхать все-таки когда-нибудь. Но если эта новость грустная, то сейчас будет несколько хороших. Во-первых, я вам обещаю, что как бы ни сложилась судьба с партнерами этого подкаста и вообще куда бы ни повернула наша жизнь, следующий сезон будет обязательно. Приблизительно я его начну где-то в июле. Что можно делать в межсезонье и как, может быть, приблизить новый сезон? Я буду делать суперкороткие выпуски такие, максимум на 5 минут раз в неделю и буду выкладывать их на Патреоне, на Бусти и для платных подписчиков Apple подкастов. Если вы слушаете Закат Империи в Apple подкастах, то вы можете просто нажать на кнопку подписаться на либо-либо плюс. Это прямо на страничке подкаста Закат Империи, где вы его слушаете. И тут, кстати, будут не только мои бонусы, а еще дополнительные материалы от других подкастов студии. И все это за одну цену. Ссылки на Патреон, это для тех, кто живет за рубежом, и на Бусти, для тех, кто живет в России, будут в описании этого выпуска. На Патреоне и Бусти нет других подкастов студии либо-либо, но зато есть разные другие текстики и бонусы от меня лично. Итак, да, что это будут за дополнительные короткие выпуски? Я буду рассказывать там короткие прикольные случаи, которые на полновесный выпуск не тянут, а еще я планирую отвечать на ваши вопросы. Если вам что-то интересно, вам хочется в чем-то разобраться, что-то уточнить, или там, вы поспорили с другом, напишите мне на почту или в Телеграм, или в личку, куда-нибудь ВКонтакте или в Директ в Инстаграме, и вот я запишу короткий ответ и буду выкладывать там для подписчиков. И короткие истории от себя буду выкладывать тоже. Что еще? А, вот что я хотел сказать. Если у вас есть бизнес, и вы хотите купить рекламу в моем подкасте или в других подкастах студии либо-либо, то напишите на почту студии. Ссылка в описании этого выпуска. Желательно, конечно, чтобы мы могли с вами сделать целый сезон, как с Селектелом или с Банком. Еще вы можете слушать подкаст «Время и деньги», второй подкаст, который я веду, там впереди еще семь выпусков до конца сезона. А еще приходите на стрим, он будет через неделю после конца сезона, то есть 23 мая. Подписывайтесь на соцсети, подкасты на Телеграм, на Инстаграм, на Вконтакте. Мы там бесперебойно снабжаем вас фотками, архивными видео, мемами и книжками хорошими. До встречи! С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск помогали готовить редактор Виолетта Ремезова, факт-чек и работа со звуком Леся Бутенко. Подписывайтесь на Патреон, на Бусти и на Эпл-подкасты, пишите мне вопросы. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok